Сейчас, да, значит, дорогие слушатели, я приветствую вас на нашем семинаре, который называется «Романтическая логика», вот, и мы послушаем доклад «Вероятность на алгоритмы и вероятность на проверяемые доказательства». Георгия, как правильно ваше имя произносится? Гаидз горе, да, извините. Пожалуйста, начинайте. Спасибо большое, что выдалась возможность прочитать доклад на вашем семинаре. Тема доклада «Вероятность на алгоритмы и вероятность проверяемые доказательства». Но давайте перед тем, как мы перейдем к вероятности, вспомним буквально пару определений, которые мы как бы и будем обобщать сегодня. Хотя я, конечно, уверен, что все прекрасно знают их, ну, тем не менее. Значит, ну, сначала мы вспомним, что такое машина Тюринга. Вот у нас есть машина Тюринга, да, она может быть там однолетночной или многолетночной. Ну, это, значит, вот некоторая, да, абстрактная модель вычисления, где у нас есть некоторый конечный автомат. И, значит, ленты. Ну, вот я нарисовал три, опять же, их может быть одна, их может быть много. Они могут быть конечные в одну сторону, бесконечные. Это как бы все большой роли, по-моему, не играет. И вот, значит, у нас есть некоторый алфавит. Это символы, которые мы записываем, ну, которые у нас головка записывает в эти ленты. Значит, множество состояний нашего, как бы, управляющего, некоторого автомата. И, значит, у нас есть некоторая функция переходов из, собственно, алфавита множества состояний в алфавитное множество состояний. То есть, вот у нас, значит, машина Тюринга в данный момент, у нее головки стоят в каких-то полях. Она читает символы, которые находятся в этих полях, читает состояние. И в зависимости от этого, значит, она может перезаписать символы, в которых она находится. Дальше сдвинуться там налево-направо или остаться на месте для каждой своей головки и поменять состояние. И это вот у нас все происходит детерминированно. У нас такая детерминированная машина Тюринга. И для детерминированной машины Тюринга есть два параметра. t от n – это time, да, время. И s от n – это space. То есть, время – это, собственно, сколько, ну, с каждого действия, там, в основном, это единица. Сколько у нас алгоритм отрабатывает, а space – ну, опять же, вот там можно чуть по-разному. Можно интерпретировать, там, это сколько у нас задействовано всего ячеек во время алгоритма, там, включая вход, не включая вход. Но, опять же, это там не суть. Вот. И после того, как мы определяем такую машину Тюринга, у нас появляется класс задач P. Точнее, сегодня будем говорить как бы не о задачах, а о языках. Значит, языки P – это у нас такие языки, то есть, будем рассматривать последовательности из нуля и единиц. То есть, L – это множество состоящее из слов из нуля и единиц. И класс P от слова полиномиа означает, что существует машина Тюринга, которая разрешает этот язык за полиномиальное время. Полиномиальное – от длины входа. А разрешает – это значит, что эта машина Тюринга, она принимает на вход X и, значит, умеет отвечать, принадлежит ли этот X нашему языку или не принадлежит. То есть, наша машина, она осуществляет функцию, где на вход, опять же, она получает наши слова и на выход отдает 0 или единицу. И вот полиномиальное, по времени полиномиальное означает, что время работы этой машины, она ограничена некоторым полиномом от длины X. Понятно, что класс как бы очень важный, потому что в приложениях и так далее нам хочется довольно быстро решать задачи, хотя бы какой-то полином. Часто бывает, что этот полином еще и небольшой степени, там, третий, четвертый. Ну и, значит, вот есть некоторые примеры таких задач. Если не совсем о языках говорить, а просто о полиномиальных функциях – это там целочисленное сложение, умножение, умножение матриц. Это все как бы хорошо известно. А если мы говорим о языках, то, например, следующая задача является полиномиальное. Выяснение связанности графа. Это полиномиальная задача. Ну, там, если мы говорим не про машину Тюринг, да, чуть более удобную рам машину, то это просто обход графа в глубину, например. Ну, в общем, опять же, довольно простой алгоритм. В 2002 году было доказано, что определение является ли простым числом, тоже является полиномиальной. Вот я ниже даю ссылку на статью у авторов Агарвали, Каяла и Саксены. Вот они в 2002 году доказали, что, оказывается, и простота числа является полиномиальной задачей. А есть вот задачи, которые как бы непонятны, являются ли они полиномиальными или нет. Например, одна из задач, о которой мы и будем… Сейчас, секунду, но тут надо пояснить про простоту числа, наверное, как мы число записываем, да, то есть, имеется в виду, потому что это важно, да, то есть, если мы число записываем… Насколько я понимаю, bit.me, если мы его просто… Bit.me, угу. Да, ну и вот задача PIT, полиномиал-айдентити-тестинг, вот это задача, про которую до сих пор, насколько мне известно, науке непонятно, является ли она полиномиальной или нет. Полиномиал-айдентити-тестинг – это значит, что нам на вход дан некоторый полином, и нам нужно понять, тождественен ли он равен 0 или не тождественен. То есть, да, у нас будет какая-то сложная запись, и как бы так неочевидно, в общем, сократятся все в мануалом или не сократятся. Но мы вот подробнее об этой задаче и поговорим дальше. Это что касалось детерминированной машины тюринга. И возникает желание обобщить это понятие, и возникает такая вещь, как вероятностная машина тюринга. Значит, ну что такое вероятностная машина тюринга? Ну, она отличается тем, что если у нас детерминированный по состоянию, значит, и символу, мы очень конкретно переходили в новое состояние, в новый символ, делали некоторые сдвиг-головки, то теперь мы будем делать это с вероятностью 1-2. То есть, у нас с вероятностью 1-2 переходим в состояние Q' и делаем сдвиг дельта штрих, с вероятностью 1-2 в Q2'а, 2'а и дельта 2 штриха. То есть, мы уже не точно знаем, куда мы перейдем, а делаем это с вероятностью 1-2. Ну, и здесь нужно сделать такой комментарий, что 1-2, это на самом деле почти без ограничения общности выбрана по следующим причинам. Во-первых, для реальных приложений, по крайней мере, это почти без ограничения общности, потому что мы, грубо говоря, любое число можем сколько угодно точно приблизить. То есть, нам, например, нужно 1-4 и 3-4, мы просто делаем сначала разветвление на 1-2, 1-2, а потом еще один разветвляем на 1-2, 1-2, а второй нет. Понятно, что таким образом мы 1-3 и 1-3 не сможем сделать, но можем сколько угодно точно их приблизить такими двоичными разветвлениями. Ну, и как бы там для реальных приложений, условно говоря, нам этого достаточно. Ну, и поэтому мы будем разбирать 1-2 и 1-2. Значит, теперь хочется понять, что же является выходом алгоритма, когда мы уже говорим о вероятности. Потому что раньше понятно, что мы говорили, что алгоритм вычисляет функцию f от x для любого входа, для любого x. У нас алгоритм дает ответ такой же, как и функция, правильно? Но теперь у нас возникает проблема, потому что теперь-то у нас выход – это на самом деле случайная величина. У нас же зашита случайность в наши действия. И поэтому мы хотим теперь, чтобы у нас выход был случайный, но чтобы вероятность ошибки была не слишком большой. Или, другим словом, маленькой. То есть, мы будем говорить определение, что алгоритм m вычисляет функцию f с ошибкой ε, если для любого x вероятность равенства больше, чем 1-ε. То есть, мы хотим алгоритмом вычислять функцию довольно точной, то есть, довольно вероятной. Опять же, почему это как бы хорошо? Ну, потому что, например, у вас возникла ситуация, что детерминированную функцию очень сложно вычислить. А так ее вычислить сильно проще, ну и мы готовы пожертвовать одним процентом точности. Например, мы будем считать, что, ну ладно, такая цена. Хорошо. После того, как мы определяем вероятность в эту машину, у нас появляются периминальные алгоритмы уже до вероятности машины. Тут снова возникает такая как бы трудность или непонятность. А что же считать теперь временем работы алгоритма? Потому что у нас опять зашита случайность. То есть, у нас один и тот же алгоритм, там он на одном и том же входе, может работать как очень мало и очень много. И возникают как бы два подхода, наверное, оба естественных. Первый считать среднее по времени работы. А второй считать максимум по времени работы. Как бы первое, наверное, в каком-то смысле чуть-чуть более естественно для вероятности. Ну как бы мат ожидания посчитаем. А второе, наверное, чуть более естественно для каких-то, опять же, приложений. Или на самом деле намного более для доказательства теоремы, всяких оценок. Потому что, ну, если уж у нас максимум работает быстро, то как бы и средний тем более будет работать быстро. И еще как бы более, ну, неудивительно, я не знаю, что на самом деле два подхода одинаковые. Почему они одинаковые? Опять же, из второго в первое все очевидно. Если у нас максимум ограничен, ну, значит, что у нас и время работы тоже ограничено в среднем. А если у нас в среднее время ограничено, то на самом деле у нас и максимум довольно сильно ограничен. А именно просто по неравенству Чебышова. То есть, например, если у нас, мы говорим, что, например, среднее – это n в кубе, то по неравенству Чебышова вероятность того, что алгоритм будет работать больше, чем n в четвертой – это просто одна n. И поэтому, если мы вообще говорим о вероятностях алгоритмов, которые совершают какую-то маленькую ошибку, и у нас в среднем работает какой-то поленом, то мы можем сильно ограничить сверху и просто оборвать алгоритм. Если он выдал ответ, считаем ответ, который выдал. Не выдал – отдаем случайный ответ. Нам это немножко увеличит ошибку, но, опять же, она останется маленькой. Какие-то вопросы, если есть, то можно, конечно, отрывать и задавать. И поэтому для удобства мы будем использовать второй подход, потому что, опять же, понятно, что если у нас максимум ограничен, то все сильно проще доказываться и пояснять. Ну, значит, тогда мы определим, что у нас m, алгоритм является полиномиальным по временам, если существует такой полином, что для любого входа x время, ну или память, в максимуме не превосходит полином от x. То есть для любых исходов. То есть мы делаем то же самое, что полиномиальный алгоритм для обычной машины, только здесь как бы делаем максимум. И все. И после того, как мы определим полиномиальный алгоритм, определили, у нас появляется новый класс языков. Класс BPP. Значит, PP понятно, что означает эта пробибелистика полиномиал. B означает bounded away. Сейчас я объясню, почему bounded away. Ну, значит, это определение. Это языки L, опять же, последовательные наединицы. Такие, что для любого epsilon больше нуля существует полиномиальное по временам машины Тюринга, вычисляющая Lx ошибка epsilon. Опять же, да, все как бы, все в точности почти копируют предыдущие. Почему bounded away? Потому что на самом деле любого epsilon условия избыточны. Нам достаточно взять epsilon строго меньше 1 второй. И bounded away как бы как раз означает, что он ограничен, строго ограничен от 1 второй. А почему нам этого достаточно? Потому что если у нас есть какой-то полином, который дает нам ошибку строго меньше, чем 1 вторая, например, 1 вторая минус дельта, мы можем просто много раз его повторять. У нас там будет в степени возводиться, грубо говоря. И мы можем довести, так у нас число строго меньше 1 второй на всех, что важно, входах. То, значит, повторяя этот алгоритм, мы в итоге добьемся сколь угодно маленькой вероятности ошибки. Ну хорошо, мы ввели новую вероятностную модель, и мы ввели новый вероятностный класс языков BPP. И вот возникает вопрос, что нам это дает вообще? Дает ли нам это что-то новое? Ну, в общем, вот оказывается, что что-то новое нам это дает. А именно мы снова возвращаемся к задаче PIT, полиноми L-identity testing. Формально, что эта задача означает? Означает, что у нас есть какой-то полином. Например, написало x на x минус y на y плюс x на y на y минус x. И если мы раскроем скобки, то мы увидим, что на самом деле он тождественно обнуляется. Под полиномом мы имеем в виду некоторую запись, где у нас есть плюс-минус умножить, скобки, переменные, константы. Это все не столь важно. И вот оказывается, что эта задача, она принадлежит к классу BPP. Как я уже сказал, принадлежность ее к классу BPP – это открытая проблема. И как бы один из аргументов, почему это открытая проблема, просто интуитивно, чтобы понять, потому что не очень понятно, как подступиться к этой задаче. Потому что хочется раскрыть скобки, но если мы раскрываем скобки, нам это дает экспоненциальную длину по входу. А в школе нас именно раскрытием скобок учат доказывать тождество и приводить подобные. Поэтому как бы такой прямой силы подход не очень работает. Ну а других, в общем, пока не нашли. Но вот оказывается, что в классу BPP PIT принадлежит. Даже более того, принадлежит к классу RP. Это значит, что у нас отшипка будет односторонной. Ну и теперь давайте я докажу, почему задача PIT принадлежит к классу BPP. Кеоргий, еще раз скажите, пожалуйста, RP – это что такое? RP – это класс, как бы то же самое, что BPP. Но вот у нас в BPP ошибка у нас как бы эпсилон, но ошибка может быть двусторонней. То есть мы можем как для X, не принадлежащего L, случайно сказать, что он принадлежит, так и наоборот. А мы сейчас построим алгоритм, который будет только с односторонней ошибкой. Но это понятно, что если мы построим алгоритм, который в какой-то момент найдет ненулевое значение полинома, значит, оно полином точно не нулевой. То есть мы в эту сторону ошибаться не будем. Будем ошибаться только иногда, когда будем говорить, что полином тождественно равен нулю. Но на самом деле он не тождественно. А можно сказать точнее, какое соотношение между этими тремя классами? RP, BPP и P? P включен в BPP. Потому что, ну понятно, мы можем... Понятно, да. Честно говоря, других включений я не знаю, не уверен. Более того, насколько я понимаю, строгое включение P в BPP тоже не доказано. То есть тут есть вот такое включение, которое очевидно. Честно говоря, про остальные я не уверен, что есть включение. А P включено в RP все-таки, наверное, нет? Честно говоря, я не уверен в этом. Опять же, я просто боюсь соврать. Но, честно говоря, я не встречал вот теорему такой. Ну, как бы не то, чтобы я там большой эксперт в области. Мы не можем просто игнорировать случайность. Ну, да. Ну, считать, что мы в эквивалентное состояние переходим с равной вероятностью. Если мы именно в формализме разъявленных состояний. Наверное, можно, да. Так же, как вот, как в BPP. Ну, да. Поэтому должно быть включено, скорее всего. Ну, нет, скорее всего, да. Скорее всего. Я что-то в RP, да, вложено. Да, да, да. Немножко потом не про RP, вот про BPP, PINP еще чуть позже скажу. В целом, пожалуйста. Вот, когда мы будем NPP обобщать. Ну, значит, давайте докажем того, что ПИТ, значит, в BPP. Значит, на самом деле доказательство построено на совершенно алгебраическом факте. Оно построено на Леме Шварца-Зиппеле. Леме Шварца-Зиппеле звучит следующим образом. Что если у нас есть некоторый многочлен, и он не тождественный нулевой, ну, и там степень D, и у нас есть какое-то конечное множество, то количество таких кортежей длины N, где каждый элемент принадлежит этому множеству, таких, что многочлен на них зануляется, не превосходит D на M в степени N-1. Или что то же самое, что вероятность того, что многочлен зануляется на этом кортеже, не больше, чем D9 на M. В нашем случае, как бы, мы там, условно говорим, мы там работаем над целыми числами, поэтому мы будем считать, что это там все целые числа. То есть, Лемму будем доказывать не для целых чисел, но потом будем использовать для целых чисел. Насколько я, опять же, знаю, Лема Шварца-Зиппеля для любого поля работает. Вот. Значит, ну, давайте докажем эту Лему. Ну, значит, доказывается по индукции. Для базы N равно 1 – это просто базовый факт из алгебры, верно? Если у нас N равно 1, значит, у нас поленовый от одной степени, от однопеременной. Как мы знаем, поленовый от одной переменной существует не более, чем D корни. Ну, и то, что мы тутаем сделаем, только увеличим, да, количество. То есть, для N равно 1 – это просто такой базовый факт из алгебры. Теперь давайте, собственно, будем по индукции доказывать. Предположим, что это верно для N – 1. И тогда в нашем многочлене от N переменных мы просто зафиксируем какую-нибудь переменную XN и рассмотрим наш многочлен как многочлен уже от одной переменной. Тогда он запишется как PXN в степени A на некоторый многочлен от X1 и так далее, XN-1 плюс X в степени A-1 и так далее. Ну, что там и так далее, нам не важно. И теперь нам удобно будет разделить все корни на две группы. Те, которые одновременно являются корнем P, еще и обнуляют QA, коэффициент, в старшей степени, и корни, которые не обнуляют QA. И мы сейчас оценим обе группы в отдельности, дальше сложим наши оценки и получим общую оценку, которую мы хотим получить. Ну, а как это делается? Ну, тоже делается довольно просто. Первую группу, раз мы выделили QA, то просто по индукции мы делаем. У нас для первой группы количество зануляющих кортежей не превосходит по индукции степень многочлена, на M в степени N-2, и мы еще должны домножить на M. Почему мы домножаем еще на M? Ну, потому что мы как бы рассматривали X1 и так далее, или XN-1, и тогда все корни будут, ну, не больше, чем если мы еще все возможные варианты для переменной XN пропустим. Правильно? Это как бы оценка сверху. Это по индукции, а это вот наша свободная переменная. А что происходит, если у нас не обнуляется QA? Ну, если у нас не обнуляется QA, то это у нас честный пленом от одной переменной степени А. Значит, корней не больше, чем А. А все остальное бегает как угодно. Поэтому домножаем на M в степени N-1. Ну, значит, теперь мы это складываем. M в степени N-1 у нас за скобки, а здесь A плюс DQA. A плюс DQA на самом деле не больше, чем степень многочлена P. Ну, почему? Ну, потому что это только один из маномов, ну, не совсем маномов, но в общем одна из составляющих многочлена. То есть степень всего многочлена, очевидно, не меньше, чем степень вот такой составляющей. Ну, а это как раз то, что мы хотели доказать. Вот у нас здесь было D на M в степени N-1. Вот у нас M в степени N-1 минус вот это D. То есть иным образом, как бы как объяснить, что вообще произошло, что мы как бы можем вот здесь рассмотреть переменную XN, а по этой оси все остальные. И как бы тогда у нас все корни разделись на две группы. Одна группа, она, грубо говоря, по вертикали довольно большая, там все возможные XN могут быть, но по горизонтали их немного, потому что у нас есть индукция. А здесь наоборот, здесь может быть сколько угодно, а высота небольшая. Ну и таким образом все ограничено. Ну хорошо, мы доказали, собственно, лему. Теперь можем вернуться снова к доказательству нашей теоремы. Ну, значит, просто применяем эту лему. Возьмем M просто числа от одного до некоторого K. При этом нам нужно выбрать K довольно большим, чтобы вероятность ошибки была маленькой. Ну, возьмем просто D делить на Epsilon. Тогда по нашей гейме вероятность того, что нетождественно нулевой многочлен обнулиться на нашем, как бы, декартовом произведении M в степени N, ну, это M в степени D, не больше, чем D делить на Epsilon, то есть Epsilon. Ну, отлично. То есть мы показали, и опять же мы заметим, что ошибки могут быть только односторонне. Если мы в какой-то момент нашли ненулевое значение, то мы уже гарантированно говорим, что многочлен не зануляется. А если он везде у нас вот так попал ноль, ну вот на самом деле вероятность не очень большая. Осталось понять, почему это все... То есть мы привели алгоритм, да, наш, который действительно заданная ошибка выбирает алгоритм, показывает, значит, измеряется нагорчина или нет. И осталось показать, почему, собственно, это все полиномиально по времени. Вот. Ну, значит, полиномиально это по времени. Тут проще, как бы, условно говоря, там в RAM модель это понять, а потом воспользоваться теоремой, что вычислимая функция полиномиальная на RAM, она тогда и полиномиальная на машине Тюринга вычислимая. Сейчас я чуть-чуть подробнее об этом скажу. Сначала поймем, почему, собственно, у нас все полиномиально. Ну, значит, во-первых, нам нужно найти степень многочлена, чтобы подобрать k. Но степень многочлена у нас, очевидно, не больше, чем просто длина входа. Степень многочлена — это как бы какие-то символы. У шихов точно не больше, чем длина всего входа. Значит, сколько у нас количества операций? Количество операций у нас, на самом деле, тоже не больше, чем длина входа. Вот плюс, минус, когда мы умножаем, мы просто идем и все это делаем. Единственная проблема может быть с длиной машинного слова, когда мы будем туда-сюда бегать. Но длина машинного слова тоже не больше, чем исходное число битов, то есть длина входа, но исходное число операций. Потому что при сложении и при умножении у нас биты просто складываются, не больше, чем складываются. Ну, поэтому у нас все полиномиально, условно говоря, перемножим, получим полиномиально. И, ну, опять же, это все как бы для RAM модели больше сказано. Но мы помним, что у нас вычислимость полиномиальной на RAM и вычислимость полиномиальной на машине Тюринга это, на самом деле, одно и то же. Как бы я там не хочу сейчас подробно обсуждать это, но идея доказательства там следующая. Мы сначала доказываем, что многоленточная машина Тюринга и одноленточная машина Тюринга полиномиально сводимы друг к другу, мы просто будем, если у нас там несколько лент, мы сделаем новый алфавит, в котором как бы будут такие, три ленты, например, у нас будет там три символа друг на друга, и будем их все записывать в одну ячейку. Там идея такая, по крайней мере. Там аккуратно, понятно, все это нужно сделать. А полиномиальную машину RAM к полиномиальной многоленточной машине Тюринга сводить тоже просто. Мы просто берем одну ленту, в которой как бы записано состояние RAM, а дальше, если у нас в RAM нужно какие-то регистры перемножить, куда-то отослать, записать, мы просто ведем дополнительные две-три ленты и будем там производить вычисления. И будем просто бегать по изначальной, смотреть, куда посмотреть, вышли на вторую ленту, там все сделали, обратно вернули. Опять же, это как бы идея доказательства, но там довольно несложно убедиться просто руками, что все будет полиномиально. Ну хорошо, таким образом у нас получилось, что мы ПИТ вероятностно привели алгоритм, и несложно понять, что он действительно полиномиальный по входу, по времени его исполнению. То есть вот вероятность алгоритма они на самом деле как бы расширяют в некоторых, по крайней мере, на данное состояние науки они расширяют класс П, потому что вот за полином честно не научились пока решать эту задачу. Хорошо, теперь... Георгий, можно я для себя еще раз проговорю, как работает этот алгоритм, а вы скажете, верно ли я понял? Значит, нам дается этот многочлен. Мы смотрим... У нас уже где-то эпсилон нам дано, мы смотрим на степень этого многочлена и берем К, деленное на это эпсилон, линейно, то есть увеличиваем, берем какое число, которое какое число раз больше этой степени, и дальше случайным образом мы находим кортеж из этих вот чисел от 1 до К, там К в степени, Д что ли у вас было? Нет, нет, мы не случайно, мы проверяем, мы для этого множества проверяем для каждой точки. А, для каждой точки проверяем. Да. И мы знаем, что вероятность того, что у нас, если многочлен он зануляется, то он зануляется тождественно на вот этом небольшом множестве, она небольшая. То есть мы проверили для каждой точки, если нашли значение нулевое победа, не нашли, как бы мы хотим сказать, ну, наверное, уж он тождественно ноль. А сказать мы это можем довольно точно, с точностью в описании. То есть мы после того, как выбрали К, мы каждую точку проходим? Ага, каждую точку проходим. Да, то есть мы перебираем М в степени М в степени многочлена. Получается, это М в степени Д перебор. Правильно? Но если у нас длина многочлена растет, да, длина многочлена растет, вот если у нас будет расти длина многочлена, то есть степень будет расти, значит, М в степени Д перебор как-то, может быть, тут нужно какое-то объяснение, почему это полинеально остается? Сейчас, одну секунду, может быть, я сам напутал, сейчас буквально одну секунду. Сейчас, ну, формально длина многочлена может расти за счет добавления новых переменных. Степень при этом может не увеличиваться. Ну да, но может быть, мы можем последствия многочленов выписать, я сейчас не соображу, такая, что будет степень расти линейно в зависимости от длины, а это приведет к экспоненциальному росту необходимого перебора вроде бы. Честно, вот у нас есть какой-то вход, правильно, и у него там фиксированная длина n. Значит, мы хотим перебрать какие-то значения, но значения мы на самом деле хотим перебрать не так много, то есть у нас значений по каждой переменной их просто, ну, грубо говоря, степень многочлена. И получается, что у нас всего как бы будет переменная в степени многочлена. Это как бы... Степень многочлена ограничена длиной, да? То есть может ли так получиться, что у нас длина растет и линейно от нее будет зависеть степень многочлена, и тогда получится, что и... То есть пока что оценка, ведь если d ограничить длину многочлена, то это будет m в степени n длина. Да-да-да, я понял. Ну да, так скажем, тут, наверное, да, нужно аккуратнее написать, что у нас как бы количество переменных и степень, они как бы понятно, что они находятся... Их сумма это константы, ну, не больше, чем константы. потому что как бы если у нас есть n места, где у нас могут быть переменные и... точнее, неправильно скажу сейчас. Давайте... чтобы сейчас как бы не паузу делать. Хорошо, я только вот гипотезу выскажу. Может быть, вот здесь дан многочлен, мы подбираем наше k, да, может быть, здесь надо все-таки из этого множества m в степени d случайным образом выбрать кортеж, да, выбираем случайным образом кортеж, ну, если не ноль значение на этом кортеже, ну, понятно, что он не нулевой, а если ноль, то что, значит, вероятность того, что он ноль очень маленькая, да, поэтому вероятность меньше эпсилон, поэтому, если он был не нулевой, значит, мы с маленькой вероятностью получим ноль, а вот как раз если он нулевой, то мы уж точно получим ноль, вот здесь, наверное. Все правильно, да, это, да, спасибо большое за комментарий, это что-то меня немножко глюкнуло, мы же говорим, что вероятность того, что многочлен занавляется на этом кортеже, она небольшая, не везде, а на этом кортеже, вот, количество элементов предназначенных кортежей, поэтому, да, мы действительно берем просто случайный элемент из нашего множества, нам достаточно на нем рассмотреть, то есть, да, действительно, мы берем один элемент. Извините, я думал, проблема в том, сколько у нас по времени занимает арифметика в поле с большим количеством элементов, если число элементов мы оцениваем длиной многочлена? Ну, если мы работаем в целых числах, то у нас это не больше, чем квадрат. занимает по-моему. Мы как бы формулируем задачу для целочисленных многочленов, и в целочисленных у нас вся арифметика, ну, она квадрат занимает. Ну, может там квадратично еще возрасти на всякий случай от перехода от там машин тюринга к раму и так далее, но точно не больше. Проблема была в том, тот вопрос, который мы обсуждали, что если надо делать перебор, то непонятно, почему мы потратим полиминальное время, потому что перебор требует разбора экспоненциального числа случаев. Ну, да-да-да, если у нас есть многочлен, это просто x1 умножить на x2 умножить и так далее на xn, там будет действительно n в степени n, но, да-да-да, там нужно достаточно один просто рассмотреть, это уже нам даст вероятно хорошую. И мы выяснили, что не нужен перебор, а нужно случайно просто выбрать кортеж из вот декорты степени n, d. Вот, хорошо, давайте продолжим, спасибо, что... Да, спасибо большое. Ну, значит, теперь мы немножко поговорим про вероятностно проверяемые доказательства. То есть, вот у нас был класс P, мы его расширили до класса BPP. но на самом деле у нас, кроме класса P, есть еще класс MP, да. MP – это такие языки, для которых у нас существует как бы алгоритм проверки полиномиальный. То есть, у нас для каждого x'а из нашего языка существует некоторый сертификат y, который полиномиально, ну, я тут неаккуратно записал, но полиномиально ограничен длиной входа, такой, что наш алгоритм дает единицу на этом слове и этом сертификате. Вот. И теперь нам хочется расширить и этот класс, тоже как-то вероятностно его обогатить. И у нас появляется такой класс, который называется Merlin Artur. M.A. Merlin Artur, потому что как бы по легендам, вот был некоторый Артур, у него был умный значит, такой товарищ Merlin. И, значит, вот Артур, вот он, у него будет слова x, и он будет спрашивать у Merlin, он, Артур, он как бы полиномиально ограниченный, но он доверяет Merlin. Мерлин ему дает сертификат y. Дальше Артур проверяет, то есть, работает ли r от x'y равно 1. Он как бы Merlin'у доверяет, но доверяй, но проверяй. То есть, он не может просто согласиться с тем, что доказательство верное, ему нужно как бы хотя бы проверить. Вот. То есть, мы теперь будем давать возможность Артуру проверять это как бы вероятностно. А именно определение, у нас язык принадлежит ма, если существует такой многочлен p и полиномиальный алгоритм r, такие, что для любого x и z у нас, опять же, существует сертификат полиномиальной длины, такой, что вероятность при случайном подбрасывании монеты к Артурам того, что r от x'y'r равно 1, довольно высокая, то есть, 2 трети. То есть, ну, и обратно, если у нас x не принадлежит l, то та же вероятность, она меньше, чем 1 третий. То есть, еще раз, вот у нас есть Артур, ему мерами приносят доказательства y. И Артур что-то как-то монетки подкидывает. И вот, если по всем, по всем ему подбрасыванием вероятность довольно высокая, то он считает, что, ну, значит, все хорошо. А если вероятность довольно маленькая, то все плохо. То есть, не принадлежит слово языку. И опять же, 2 трети, 1 треть выбраны вот тут уже точно без ограничения общности. Главное их как бы раздвинуть, потому что, опять же, мы просто можем немного раз выполнить алгоритм, устроить простое голосование и получить любую сколь угодно высокую вероятность или сколь угодно низкую. Ну, значит, по аналогии с тем, что P включено в BPP, очевидно, что NP включено в MA. Потому что у нас Артур, он может вообще забыть о том, что у него есть маньяк, и действует детерминированное. Вот. Кроме того, BPP очевидно включен в MA. То есть подносить вот это. Ну, понятно тоже, потому что Артур может просто не слушать Мервина и сам честно проверять доказы. Вот. Ну, хорошо. Вот у нас есть такой класс MA, но на самом деле MA это очень большой класс, потому что степень свободы такая, что Артур может подкидывать аж поленом раз монетку, но это на самом деле очень много. Мы давайте потребуем, чтобы более, как сказать, чтобы более интересным сделать теорию и задачки, чтобы вероятность была ограничена хотя бы логарифмом. То есть Артур, конечно, монетки подкидывать может, но делать он это может не так много раз, а именно логарифм длины. И появляется такая PCP теорема. Во-первых, давайте скажем, что такое PCP. PCP это такой класс, опять же, языков, называемый вероятностопроверяемый, то есть Probability Checkable Proof. Он зависит от двух параметров. От сложности по случайности и сложности по длине сертификата. То есть в случае MA мы разрешали и по вероятности по линому, и по сертификату по линому. А теперь мы хотим ужесточить. Ну, тут понятно, что там где логарифт, тут везде от логарифта. Мы хотим исследовать, когда у нас по вероятности уже логарифт, а по сложности по линому. Скажите, пожалуйста, Георгий, вот слово доказательство здесь имеется в виду сертификат? Да, да. Я так, как-то привык называть это доказательством, как-то я привык так интуитивно понимать, что у нас Артур профессор, к нему пришел студент с доказательством. Да, сертификат доказательства это как бы взаимозаменяемый. Слава, спасибо большое. Да, значит, сертификат это то, что Мерлин передает Артуру в этом определении. Да. Вот. И, значит, здесь теорема, первая теорема, которая совершенно несложна, что PCP от LogN, дальше я буду опускать иногда поленом, потому что у нас сертификат пока что, не буду, пока что опустим, сертификат поленомерный, что PCP от LogN уже включено в NP. Ну, или так как понятно, что у нас вероятность вообще можно ее не использовать, то на самом деле равно NP. То есть, мораль как бы этой теоремы заключается в том, что если у нас очень много дается Артуру возможностей, то он уж NP как бы то он обобщит NP. А если ему дать мало возможностей, то ничего нового он сделать не сможет. А как это понять? Ну, понятие довольно просто. У нас, если R это 0,1 в степени LogN, то таких R всего поленом. Правильно? 2 в степени логарифм N. Просто, грубо говоря, N. Но в таком случае Артур может просто честно, у него же поленомеральный алгоритм, он может честно посчитать эту вероятность. Он может просто по всем R взять и запустить свой алгоритм. Он поленомеральный, будет поленом раз и дел. Значит, ему вообще никакого бонуса от того, что ему дали вероятность, его нет. Он как бы дольше будет работать, но в классе в своем он останется. И просто нужно потом в конце посмотреть, больше это вероятность 1,2 или нет. то есть тут как бы понятно, что это N. Поэтому давайте еще сильнее ограничим и посмотрим, а мы вообще можем его выбить за N. П. Чтобы это вообще было строго включено. Скажите, пожалуйста, почему очевидно, что Мерлин Артур намного превосходит N. Прошу прощения, не очевидно, что он превосходит. Это не доказано, насколько я знаю. Но имеется в виду, что как бы ну такое ощущение, по крайней мере, насколько я понимаю, что гипотеза, что все-таки больше, потому что ну уж слишком много возможностей ему дается. То есть вот такая, не очевидно, прошу прощения. Вот если много возможностей, то как бы есть такая. Ну в общем, я понял, что это кажется невероятным, что вот тогда НП совпало с Мерлином Артуром. Примера никакого неизвестна. Да, да. Именно так. Но есть еще более такая, как мне кажется, как это сказать, вдохновляющая и, как сказать, выбивающая стул из-под себя теорема, что PCP от log n и o от единицы это на самом деле НП. То есть на самом деле если нашему Артуру давать логарифм вероятности, то из всего сертификата он вообще может взять o от единицы, константу битов. То есть он может даже не смотреть на весь сертификат, то есть ему Мерлин даст какой-то сертификат, он возьмет у него какое-то константное количество битов, и этого ему уже хватит, чтобы вот весь НП класс покрытия. Доказательство, правда, очень тяжелое, вот, поэтому я, честно сказать, его как бы до конца не знаю, поэтому сегодня мы просто будем использовать эту теорему, вот, а если кто-то заинтересован, то вот есть две статьи, вот эта оригинальная статья в 98-м году вышла, где доказали эту теорему, и потом более простое доказательство было в 2005-м придумано, тоже, в общем, можно посмотреть. Вот. Почему эта теорема, собственно, полезна? На самом деле она полезна, потому что с помощью нее можно доказывать НП-трудность некоторых задач. И вот сейчас в оставшееся время я докажу НП-трудность одной задачи с помощью 55-тиоремы. Значит, задача о нахождении, приблизительном нахождении максимальной клики в графе. То есть, есть такая теорема, есть у нас есть какая-то константа, c больше 1, причем произвольная совершенно, то на самом деле нам НП-трудно найти размер наибольшие клики в графе с погрешностью в ЦРА. То есть, на НП-трудность сложно найти такое число К, такое, что max-клик, зажат между К и Ц на К. Причем, Ц можно брать там 2, 3, 100, миллион, все равно будет НП-трудность. НП-трудность, да, опять же, думаю, все прекрасно помнят, это означает, что задача сводится весь класс НП. Ну и, собственно, давайте докажем, что задача max-клик, она действительно НП-трудна. Собственно, для чего нам теперь нужна PCP-теорема? Ну, мы будем использовать такой еще более слабый вариант, что PCP от log-n log-n, это на самом деле НП. И НП-трудность, нам как бы нужно было бы свести любую НП-задачу к нашей, а мы теперь будем сводить не НП-задачу, а PCP-задачу. То есть мы покажем, что любую PCP-задачу мы можем свести к max-клика. Как мы будем это делать? Давайте рассмотрим конкретную задачу в классе PCP. И пусть для нее у нас выбран какой-то алгоритм. Теперь мы построим граф граф, в котором будем искать максимальную клику и покажем, почему это сложно. Значит, мы возьмем граф и определим на нем множество вершин как пары R и α. R – это у нас случайные биты, которыми пользуется Артур. А α – это у нас последовательность нуля и единиц, такая, что R от x α р маленькая равно единице. Сейчас объясню, что происходит. Значит, вот у нас есть Артур, к нему пришел Мерлин с сертификатом. Артур что делает? Он, значит, как-то подкидывает монетки, спрашивает первый бит. Говорит, например, Артур, дай мне пятый бит. А мы даем ему на самом деле не пятый бит, а мы даем ему первый бит из нашей последовательности α. А Артур как-то что-то думает, говорит, так, теперь дай мне десятый бит. Мы ему снова даем не десятый бит, а уже второй бит из α. То есть, мы как бы наш сертификат заменяем на α и поочередно отдаем α нашему Артуру. Причем и x α они на самом деле ограничены логарифмом. Хорошо. То есть, это у нас такие вершины, где вот некоторая случайность и совершенно всевозможные. То есть, α у нас пробегают всевозможные последовательности из нуля единиц, длины логарифм. И вот мы вершиной будем считать такую α и r, что наш алгоритм выдал единицу. Надеюсь, что понятно. то есть, вот у нас Артур запрашивает какие-то биты, поочередно отдаем ему α. Хорошо. Это вершина нашего графа. Теперь давайте поймем, что такое ребра в нашем графе. Но мы будем соединять две вершины ребром, если ответы на вопросы, данные по разным альфам, у нас согласованы. А что значит согласованы? Давайте на примере. Например, α1 спрашивал 5-й бит и 7-й бит. А в α2 у нас спрашивали 7-й бит и 9-й бит. И вот в α1 у нас для 7-го бита мы отдали единицу. И в α2 для 7-го мы отдали единицу. Это значит, что у нас согласованы α. То есть, мы для одного и того же запрашиваемого бита изначального сертификата отдали действительно одно и то же значение. А если мы, например, продолжим эту цепочку, у нас могут несогласованными стать альфы. То есть, например, пусть у нас α1 потребовал 10-й бит, неважно, α2 5-й бит. И в α2 мы уже на 5-й бит дали единицу. В таком случае они несогласованы, потому что в α1 мы когда-то на 5-й уже дали 0. А тут мы дали единицу. Понятно? Вот. И таким образом мы ребрами соединяем такие вершины, в которых соответствующая альфа друг другу как бы не противоречит. Хорошо, мы построили... еще раз, Георгий, вот про эти r и α повторить, про то, как Артур спрашивает. x это слова из языка. r это то, что в результате подбрасывания монетки получается. А α это сертификат? Нет. α это случайная последовательность 0 и 1, которая вообще никак не зависит от сертификата. Пока что. Когда мы строим вершины, она никак не зависит. Это просто случайная последовательность 0 и 1. У нас сертификат это как бы тоже 0 и 1. И вот у нас каждый раз, когда Артур спрашивает у Мерлина какой-то бит, мы на самом деле связали Мерлина, он нас ничего не говорит, а мы на самом деле просто подсовываем Артуру случайные биты. Ну, после того, как у нас Артур... Да, это как бы ответ α должен был быть ответом Мерлина, но мы вместо него что-то... Мы вместо него что-то ему подсунули, но если так получилось, что в итоге все равно у нас алгоритм отработал и отдал единицу, то мы вот такую последовательность считаем вершиной. Такую пару. И теперь мы должны провести ребра, раз мы граф строим. А вот ребра мы уже строим в зависимости от нашего сертификата. Теперь мы сравниваем альфа, мы как бы накладываем альфа на наш сертификат. И мы хотим, чтобы альфа друг с другом, но они друг другу не противоречили. То есть, если у нас Артур спрашивал там пятый бит во время альфа-1 и пятый бит во время альфа-2, мы все-таки одно и то же говорили. Вот как здесь. А если мы сказали ему не одно и то же, ну, они как бы не согласованы, наша пара. То есть, на R мы не смотрим, смотрим только на альфовую часть вот этих вершин. Да. Но, да, спасибо за вопрос. На самом деле, можно такое наблюдение сделать. Если у нас R одно и то же в парах, то у нас такие вершины никогда не соединены одним ребром. Ну, почему? Ну, потому что у нас каждый следующий вопрос Артуру, он зависит только от предыдущих полученных битов альфа и от R. В таком случае либо мы каждый раз будем делать одно и то же, либо в какой-то момент альфа-1 и альфа-2 дадут разные биты на одну и ту же предыдущую часть. То есть, как бы, когда мы строим вершины, мы на R вообще не смотрим, ребра, точнее, мы вообще на R не смотрим, но в итоге вот получается, что у нас одни и те же R никак не могут быть соединены ребром. Ну, хорошо, мы построили граф по конкретной пока там задаче, ладно, и теперь мы докажем следующую лему. в полученном графе у нас максимальная клика в точности равна 2 в степени, ну, вот, длина, как бы, нашей случайности на вероятность того, что алгоритм дает единицу. И тут мы, как бы, вспомним, что PCP это те языки, для которых как раз вероятность она там большая для, когда хорошо отрабатывает алгоритм, ну, когда там X, G, L, и маленькая, когда X не принадлежит. Да, то есть, как бы, здесь у нас связь как бы с PCP, а здесь у нас связь с нашей задачей. Ну, давайте докажем, собственно, почему у нас размер клики на самом деле то же самое, что такая вероятность. Значит, ну, давайте просто для фиксированного Y, то есть для нашего фиксированного сертификата запустим наш алгоритм по всем возможным R и будем отвечать уже действительно в соответствии с Y. Таким образом, мы получим вершины R альфа, причем такие альфы, они все согласованы с Y. Мы как бы в этот раз уже от себя ничего не говорили, мы вообще честно называли, что было в Y. сколько у нас будет подходящих R? Ну, ровно 2 в степени R на вероятность. Это просто как бы по определению. То есть, таким образом, мы для каждого Y, для каждого сертификата получили клику соответствующую данному Y. Опять же, все альфа у нас согласованы с Y. Поэтому, мы получаем каждый с каждым соединяется. Таким образом, мы получаем неравенство в эту сторону. То есть, эта вероятность, она не больше максимальной клики. Потому что, мы по каждому Y построили клику, могли построить клику вот такого размера. Хорошо. А теперь в обратную сторону. значит, рассмотрим произвольную клику. Вот у нас есть такая какая-то клика. Ну, там еще ребра идут. Но мы знаем, что в клике у нас все альфа согласованы. Таким образом, мы можем их объединить в некоторый большой сертификат. То есть, каждый раз, когда у нас изначально пустая строка, значит, альфа и ты запрашивал какие-то биты. вот мы туда вставляем значение из альфа 1, дальше из альфа 2, дальше из альфа 3. И таким образом, мы никогда не сломаемся, потому что все альфа согласованы. Хорошо. То есть, мы построили большой Y, и мы знаем, что вычисление R на Y при каждом нашей вероятности дает именно альфа и ты. Но мы уже убедились в том, что для каждого такого альфа и ты у нас R и ты должны быть разными. То есть, мы рассмотрели клику, все альфа согласованы, сертификат построен, еще и все вероятности разные. Ну, хорошо, тогда если у нас есть клика, то ее размер не больше, чем количество R, таких, что на них это единицы. Потому что они опять же разные. Ну, хорошо. То есть, мы доказали в обе стороны, сначала в эту, потом в эту, что размер максимальной клики это в точности вероятность на количество как бы наших случайных подбрасных. Хорошо. Ну, и значит, осталось только показать, что нам дает эта лемба. Ну, эта лемба нам дает следующее. вот вспомним, что такое PCP. PCP это такие языки, что если у нас X принадлежит языку, то максимум таких вероятностей он больше, чем 1 минус Epsilon. А максимум вероятности таких, что X не принадлежит языку, он меньше, чем Epsilon. То есть, опять же, мы вот хотим с хорошей вероятностью разделять два события. но теперь мы можем использовать нашу лему, мы же теперь знаем, чему равен максимум, и записать, что если язык принадлежит L, ой, слово принадлежит L, то максимальная клика в соответствующем графе, мы граф по X устроили, он больше, чем такое значение. А если не принадлежит, то меньше. теперь заметим, что отношения у нас фиксированы, это 1 минус Epsilon делить на Epsilon. И получается, что если мы умеем находить максимальную клику с такой точностью, то мы умеем разделять случаи. Опять же, вот у нас у Артура есть X, ему дали сертификат, мы говорим, давайте построим граф по нашему X. Построили, ищем максимальную клику. То есть, если максимальная клика довольно большая, то мы уж точно знаем, что X перенжит опять же, мы взяли PCP задачу. А если у нас маленькая, то значит не принадлежит. То есть, задача просто сводится к тому, чтобы в заданном построенном графе определить размер максимальной клики. Ну, а так как у нас Epsilon стремится к бесконечности, при Epsilon стремится к нулю, значение стремится к бесконечности, то мы можем заведомо сделать больше любой константы этот значение. Таким образом, мы, значит, свели любую PCP задачу к задаче MaxClick. Ну, значит, задача MaxClick действительно NP-трудная. Вот. То есть, таким образом, опять же, да, тут как бы важно отметить, что задача MaxClick, она не... Ну, да, что таким, в общем, образом мы решили, как бы, как сказать, показали NP-трудность задачи, но, насколько я знаю, таким образом показывается NP-трудность многих задач. То есть, вот как раз это был такой, как бы, прорыв в науке, что когда доказали PCP эту теорему, то для многих задач стало понятно, что к ним легко довольно сводить PCP задачи и доказать NP-трудность. А в целом, как бы, на этом, наверное, плюс-минус заканчивается то, что я изначально хотел рассказать. У меня есть очень такой коротенький сюжет про интерактивные доказательства. Вот. Я так понимаю, что у меня еще есть там минут 5 есть. Вот. Да, у вас есть еще минут 5-10. Так что, если не к вопросу, то если есть... Я просто укладываю в голове вот это рассуждение. Значит, у нас была NP-задача, да, которую мы представили в виде вот PCP, для которой у нас была PCP-разрешающая процедура. Вот, да. И мы построили этот граф полинального размера и получили полинальное сведение к задачи MaxClick. Да. Да, что как раз нам и дало. Я, конечно, про единицы минус epsilon делит на epsilon как-то не успел сообразить, но похоже, что действительно эти два случая... Тут идея в том, что, опять же, как бы, что нам дает MaxClick? MaxClick нам дает, что в нашем заданном графе у нас возможно два случая. Либо клика есть, и она очень большая, либо все клики очень маленькие. То есть, вот для всех слов у нас не бывает средних клик. У нас, если слово принжит языку, то клика очень большая. Если слово не принжит, то клик очень маленький. Это как раз верно потому, что вот у нас так определяется PCP. Ну да, X лежит в L только тогда, когда максимум вероятности больше и равен 1-эпсилон. А так как мы можем эпсилон как бы уменьшать, мы просто несколько раз повторим, например, мы знаем, что Max меньше эпсилон. Как нам сделать еще меньше? Давайте два раза проведем алгоритм. Тогда у нас вероятность того, что X не принжит L, это значит, что и там, и там он дал ответ единицу. Значит, это будет в квадрат уменьшиться. Мы таким образом можем на самом деле просто несколько раз повторяя, делая простое голосование, уменьшать вероятность. Таким образом, мы можем вот это отношение, то есть вот это промежуточное состояние, где клик вообще не бывает, развести по краям. Либо совсем маленькие, или почти, или совсем большие клики происходят. именно так. И в таком случае, какую бы точность мы ни дали изначальную С, у нас в какой-то момент ее не хватит. То есть она зацепит либо один случай, либо другой случай. Хорошо, да. Ну что, расскажите, если успеете, сейчас сколько, 33 минуты про интерактивные доказательства. Ну да, тут буквально, ну тут как бы вот, так скажем, это более неформальная часть, что как бы есть класс МА, есть еще класс АМ. Есть такая вещь, как интерактивные доказательства. Что такое интерактивные доказательства? Ну вот на самом деле, да, у нас как бы была ситуация, когда Мерлин, то есть он такой, студент принес доказательства Артуру, который проверяющий, и отдал в руки. И Артур с ним как-то там работает. А на самом деле, да, в жизни, условно говоря, мы когда сдаем экзамен, нам еще по ходу вопросы задают. И как бы можно рассмотреть интерактивные доказательства, когда у нас может происходить общение между Артуром и Мерлином. И это называется интерактивные доказательства, есть два типа. Вот у нас Артур, он же монетки кидает, он может монетки кидать секретно, то есть он может как-то кинуть монетку, не показывая Мерлину, в зависимости от этого что-то сказать Мерлину. Мерлин как-то это обработает и снова что-то отдаст Артуру. А может, он открыто кидает. Вот если он открыто кидает, это АМ-класс, Артур Мерлин, а если закрыто, то это называется интерактив полиномиал процесс. И вот есть такая теорема, что есть такая задача GNE, I, точнее, это граф нон-изоморфизм. То есть задача о том, являются ли два графа неизоморфными. И вот оказывается, что эта задача принадлежит классу IP. Если она на самом деле классу АМ принадлежит, проще доказать, что она принадлежит классу IP. Но, насколько я знаю, для задачи GNI не доказано ни то, что она NP-трудная, ни то, что она полиномиальная. То есть это такая задача, про которую почти ничего не понятно. Но вот очень просто показать, почему она принадлежит классу IP. То есть это еще большее обобщение. Ну, а значит... А здесь есть вот эти ограничения логарифмическое число подбрасывания монетки у Артура? Или мы вот зафиксировали там поле-поле или там лок-лок и так получаем разные классы IP, АМ? Ну, насколько я понимаю, да, у нас как бы получаются совершенно разные классы. для точности мы должны в скобочках какие-то параметры указывать. да, в скобочках еще параметры, да. Но вот для задачи графа на заморфин, он тут буквально пару раз там, ну, не пару раз, тут полином раз нужно подбрать монетку. Вот. Ну, сейчас я расскажу быстро. Вот. Значит, как строиться? Значит, общение происходит следующим образом. Но у Артура есть два графа, да, ЖНО или Ж1. И будем предполагать, что в них Н вершин. Как бы, если в графах не одинаковое количество вершин, то понятно, что изоморфин они не могут быть. И, значит, что делает Артур? Он случайно и секретно выбирает граф. Это одно подбрасывание монетки. И затем он берет случайную перестановку на вершинах. То есть он как-то граф перепутывает и посылает этот граф Мерлину. Но Мерлин не знает, какой граф к нему пришел. То есть он не знает, какой граф Артур перемешивал. Дальше Артур спрашивает у Мерлина, у Мерлина, у нас там сертификат, изоморфин граф или нет? Ой, не изоморфин, какой граф тебе отправил? Изоморфизм с каким графом ты можешь менять? И вот если графы изоморфны, то отсылаемый граф с равной вероятностью независимо, одинаковое распределение по перестановкам, он либо же но, либо же один. Мерлин никаким образом не может это понять. А если графы не изоморфны, то Мерлин стопроцентно понимает, какой граф к нему пришел? Ну, а значит, в ответ Мерлин отправляет Артуру ответ, какой граф к нему пришел. И Артур-то знает, какой граф он отправил. И вот если к Артуру приходит другое Ж, то есть Ж не равное И, то он точно знает, что граф не изоморфный. А если к нему приходит тот же И, то он еще раз это пробует делать. Таким образом, если хотя бы раз к Артуру придет другой граф, то Артур гарантированно знает, что граф не изоморфный. А если к нему каждый раз приходит один и тот же, то тогда вероятность того, что граф не изоморфный, это одна вторая в степне. То есть каждый раз Мерлин равновероятно выбирает И, с вероятностью одна вторая. Ну вот если он каждый раз обманывает Артура, то есть Артур ему отправил первый, а он каждый раз говорит второй, то на самом деле вероятность того, что тот его обманывает каждый раз, это одна вторая в степне. То есть таким образом мы можем ошибку сделать сколько год на маленькой. Ну так, довольно суммой. Скажите, Георгий, а вот Мерлин, ведь задача, сказать, вот Артур дал Мерлину граф, да? А задача Мерлина сказать, какому из двух данных отправленный граф изоморфен. Правильно? Да. Почему же, значит, если получается Артур отправил перестановку первого графа, а Мерлин ответил, что это второй граф, значит наоборот, Артур сразу узнает, что граф изоморфны. Да, да, прошу прощения. Он знает, что они изоморфны, и как бы значит, что доказательства отвергнуты, потому что мы решаем задачу граф нон-изоморфин. Спасибо, спасибо. Наоборот. А вот если он возвращает тот же, то как бы непонятно. Спасибо. Так, хорошо. есть такой класс задачи, он тоже такой большой интересный, но это тема для другого доклада. Спасибо, интересно. У нас нечасто бывают доклады, посвященные теории сложности и всем тонким классам задач. Ну тут да, еще должен сказать, что у меня доклад, он вообще построен на самом деле на собственно курсе лекций Николая Константиновича Верещагина. Я вот слушал у него совершенно волшебный курс и всем с удовольствием его советую по сложности вычисления. И вот там собственно как раз мне понравилась тема, я собственно взял материалы, ну как свои записи курсов и вот рассказал что нам Николай Константинович рассказывал. Поэтому ему спасибо. А есть какие-то записи его лекций, если кто-то захочет обратиться и послушать? Я слушал их в школе анализа данных, но мне кажется, что записи как раз этого курса возможно на ютубе есть. Я могу проверить и если найду, то пришлю вам ссылку. Чтобы если кто-то заинтересовался, может быть, вы могли ими. Хорошо, Андрей, в принципе мы можем сделать рассылку, что вот материалы к предшествующему докладу для тех, кто интересуется. И даже больше того, да, хороший курс по сложности. Или я бы так сказал, дорогие студенты, если вы чувствуете интерес к этой области, пишите Георгию, вот, Георгий вам сообщит досылки на интересные источники. Вот так. Ну что, Андрей, мне кажется, спросим, да, есть ли какие-то у наших участников вопросы, замечания. Да, есть ли у кого-то вопросы? Вы можете сами себя включить звук и задать вопрос. Видимо, ни у кого вопросов нету. Так, ну, какие-то вопросы задавались в течение доклада. Ну, действительно, нужно некоторое знакомство с этой областью, чтобы так ориентироваться. ориентироваться, да. Так, ну, хорошо, тогда значит, я прекращаю запись. тассы, деньги. Продолжение следует...